Торнадо Дмитровский клуб выиграл по булитам первый матч с Нижегородским Торпедо. В ответной игре, которую черно-желтые провели в гостях, победить не удалось. В третьей встрече четвертьфинальной серии, которая также состоялась в Нижнем Новгороде, спортсменки Торнадо в упорной борьбе уступили и по результатам плей-офф дмитровская команда заняла пятое место. Главный тренер команды Алексей Чистяков, игроки Елена Зарипова и Анна Савонина подвели итоги сезона на пресс-конференции. Сезон получился довольно сложным. Конечно, хотелось нам пройти дальше в плей-офф, но, к сожалению, не все получилось. Потеряли на старте сезона несколько основных игроков по разным причинам. Кто-то у нас решил стать мамой, кто-то решил закончить с хоккеем. Увы, полноценной замены не нашлось. Негативно сказался и запрет на участие россиян в международных соревнованиях. Девчонки недополучили игровой практики, игр международных, которые проходят на самом высоком уровне. Конечно, в какой-то степени и в какой-то мере это повлияло, так как мы имеем представителей и кандидатов в молодежную, и в национальную сборную. И всегда это помогало нашей команде. Игровая практика, она никогда никому не мешает. Увы, к сожалению, в этом сезоне от игроков были лишены ее, особенно лидеров. Болельщики переживают за здоровье лидера Анны Шохиной. Спортсменка из-за травмы не смогла помочь торнадо в последних играх. Сейчас Анна проходит лечение. Тренер и подруги по команде желают ей здоровья и с нетерпением ждут возвращения в новом сезоне. Ни для кого не секрет, Анна сделала операцию. Процесс восстановления довольно длительный и непростой. Ну, порядка трех-четырех месяцев она будет восстанавливаться. Самым неудобным соперником в этом сезоне тренер и игроки признают Бирюсу из Красноярска, которая постепенно усиливалась на протяжении нескольких лет. В четырех встречах регулярного чемпионата черно-желтым так и не удалось победить эту команду. Там, в Красноярске, нам, наверное, холоднокровия не хватило и спокойствия, потому что, в принципе, могли бы матчи взять и первый, и второй. Мы не удержали счет. Мы вели 4-1, а проиграли за один период. Спортсменки недовольны результатом сезона, но не собираются сдаваться. Работать, не опускать руки, потому что все еще впереди. И если ты хочешь продолжать дальше играть, все равно нужно заниматься, тренироваться и идти вперед только. Несмотря ни на что, болельщики не отворачиваются от команды, за что хоккеистки очень благодарны. Всегда в Дмитриеве ходили и поддерживали нас. Да, конечно, было приятно, когда много народу приходило, но так нас болельщики никогда не покидают, не верят в нас. Постараемся оправдать их надежды. Пожелаем удачи Торнадо в следующем сезоне. Напомним, что обладатели Кубка ЖХЛ выявят серии между командами Агидель и Динамо Нева. Первая игра состоится 25 марта в Уфе.